Итак, всем здравствуйте! Меня зовут Виктория, я магистр второго курса биологии Егорского университета. Я выбрала такой темой наш любимый всем известный белый гриб, лесной царь так называемый. Почему я выбрала его? Благодаря прошлому докладчику на меня нахлынула некая ностальгия. Я ранее... Ну, у нас есть семейные традиции касательно сбора грибов, касательно заготовок, а уж поедания. Вот, и белый гриб, если я его находила в лесу, будучи еще школьницей, это был для меня просто праздник, потому что я его нашла, я к дому приходила, ну, если несколько, да когда вообще хорошо. В Белаярском районе они произрастают, ну, в меньшей степени. И если мы их находили, отдельно чистили, отдельно варили, заготавливали, потом это чуть ли не праздником было. Вот, поэтому спасибо прошлому выступающему за такую копейку ностальгии. Говоря по белый гриб, мы все прекрасно знаем и понимаем, что его вновь назвали неким таким лесным царем. И очень нужно знать и понимать, почему, в связи с чем он является на столь полезным, столь нужным, столь важным в любом. Также я хочу сегодня рассказать о том, как он именно выглядит, его, скажем так, морфология, его места произрастания, тоже один семейный рецепт. И самое главное, как его отличить от борняков, среди которых есть как съедобные, так и ядовитые виды. Ну, что ж, давай начну. Понятное дело, белый гриб является, как сказать, в систематике, он относится к бороликам. Очень много бороликов есть съедобных. Вот, я вот вынесла, скажем так, вместо систематики. У вас латинским я не особо дружу, поэтому я не буду издеваться над мышью и ушами. Следующий слайд. Как у нас выглядит шляпка? Те шляпки из белого гриба, в зависимости от условий произрастания, варьируются от беловатого до темно-коричневого. Иногда, особенно у сосновой и еловых возновидностей, с красноватым от грибом. Форма шляпки сначала полушаровая, потом позже подушка гибная, выпуклая, месистая. Дианетр до 25 см, примерно, наверное. Поверхность шляпки гладкая, чуть больше алютистая. Мякоть белая, плотная, толстая, не меняющая цвет на изломе. Что очень важно, кстати, опять-таки, когда собираешь гриб и если его разрезать напополам, он не темнеет. Вот. Он практически без запаха, с приятного лихого фрукса. Следующее, это ножка. Ножка, мякоть. Вот я вот нашла, помудрилась в интернете, скажем так, тоже такой пример того, как и где его отличить можно. Я еще фрук тоже многое подарю. У белого гриба очень массивная ножка, высота до 20 см, толщина до 5 см. Она сплошная, цилиндрическая, чаще всего к основанию, он более широкий. Белая или коричневая, со светлым сетчатым рисунком верхней части. То есть, вот получается, даже указки не хватает. Она не полая, мисистая, бедный цвет, от кремового, да, от темного, да, немного красноватого. Вот. Также, говоря про спороносный слой, это вот как раз-таки чуть ниже. Он сначала, вначале белый, потом, последовательно, желтеет, зеленеет, зависимо от жестокимого. Споровой порошок, он не плохой. Мякоть, она плотная, беловатая или желтоватого цвета, при повреждении окрас опять-таки не меняет. Вот. Еще нет. Характеристика. Самое главное, за что белый гриб ценят, это опять-таки его характеристики в качестве пищевой ценности. Белый гриб, ну, как в принципе нам говорил у Михаил Вишневский, как и остальные грибы, очень много в себя включает веществ. Белый гриб не является исключением. Вот все, что перечислено на слайде, присутствует в различных физических и химических веществах этого гриба. Кроме белков, содержит углеводы, жирные, витамины B1, B2, C, D, A. Также, кроме этого, имеется марганец, железо, калий, йод, зим, космос и многое другое. На самом деле, очень довольно-таки полезный гриб. Я уже молчу про соотношение того, что там имеется очень много различных полезных грибов. Я, наверное, буду более кратко, потому что я могу, наверное, очень много рассказывать. Следующий слайд – это способ грибодобления. Белый гриб имеет, опять-таки, непревзойденный аромат, вкус. Это съедобный гриб, относящийся по классификации к педокатегории. Его употребляют даже в различных видах. Его тушат, их валят, их маринуют, солят. Даже используют в сыром пите в некоторых, скажем так, гридах, Европу. Его используют в салатах. То есть, обычно для сырого приготовления, скажем так, для сырого использования в качестве пищи, обычно предоставляется только шляпка. Немножко менее полезная способность к сырому паринаду. Вот тут я привела пример семейного, опять-таки, рецепта маринада для белых грибов. Но как-то так получилось, что рецепт почти совпал с предыдущим оратором. Но кто как варит. Опять-таки, также я хочу отметить, что белый гриб идеально просто подходит для сушки. Разговаривала с матерью моим непревзойденным кулинаром, и она уточнила, скажем так, поделилась некоторыми трудностями о том, как понять, что гриб готов, что он отварен, как сушить. Я при необходимости могу этим поделиться. То есть, например, при сушке обязательно, точнее, не стоит лить вообще в принципе грибы, потому что они сохнут, иначе дольше их очищают. Как кухни на крыте, вот это вот зеркало. Гирлянды решили, и вперед из песни. Вот. Дальше что? Кстати, такой интересный исторический факт, момент. В Италии, итальянцы, этот гриб белый очень сильно любят, и его невозможно, нельзя запрещено собирать без особого разрешения местной полиции. Вот. Если необходимо, тоже можете сфотографировать. Я старалась как можно подробнее их списать, потому что, ну, мало ли, я, например, очень глупо бываю в готовке, и я расписывала просто, насколько возможно, проще. И так, где мы можем найти все прекрасные грибы? Прошу, прошу, нет? Вот. Произрастает, как написано на слайде, на гунте листы на измышленных лесах, предпочитает хорошо освещенные, не густые хронические места, с песчаными лини, с унистыми почвами. Вот. Различные разновидности белого гриба произрастают в лиственниках, хвойных и смешанных лесах в начале лета до октября с перерывами. В народе считается, что белый гриб, ну, или, по крайней мере, его массовый, скажем, такой выход, сопутствует красному мухомору. То есть, ну, пошел мухомор, значит, пошел и белый. Вот. Вот они наши красавцы. Сейчас я хочу отметить очень самую важную и самую, как мне кажется, вещь, это вот наличие двойников, с которыми можно выспутать всего царя. Вот здесь перечислены грибы, на которые они похожи. Сейчас я вам говорю про каждого отдельности. Самый главный, скажем так, наш двойник – это желчный гриб. Этот гриб произрастает у нас в регионе, и его действительно можно спутать с белым грибом. Второе название этого гриба – горчак. Он заслужил его из-за своего горького вкуса. Желчный гриб относится к акрикаминцентному классу, и относится он к несхедобным. Повторюсь, самый главный, как такой писак – это горький вкус. Характерные особенности и отличия его от белого гриба – это горький вкус и изменение цвета на срезе. Он из белого превращается в красный. То есть, если вы напополам положите гриб, то мякоть покраснеет. Зафиг. Ну да, то есть он не ярко-ярко красным становится, но, по крайней мере, преобладает тетя, на которой не должен быть у белого гриба. Следующий гриб, который у нас уже не произрастает, который, опять-таки, является тоже видовым двойником – это боровик красивый или боровик прекрасный. Он также имеет сходство с обыкновенным боровиком, но, опять-таки, меняет цвет на срезе. Он синеет и очень токсичен. Также характерная особенность – это как раз-таки мелкая сетка на ножках, как вы видите. Под шляпкой расположены трубки зубчатые с желтоватым оттенком. Для сдавливания они точно так же синеют. То есть, при необходимости его тоже можно отличить от съедобного собрата. Но он и внешне может тоже уже выглядеть, в принципе, подозрительно. Но бывает, особенно в ранние периоды, что их можно не отличить от белого гриба только с помощью срезов. Следующий гриб – это сатаминский гриб, так называемый. Он тоже относится к боровикам. Он образует обычный микоз с дубами, с липами, с березами. Но он также опасен очень сильно для здоровья. То есть, единой 30 грамм данного гриба вызывает тяжелые сикдомы отравления. Вот. И опять-таки он характерен тем, что чем его можно отличить от собрата – тем, что он синеют на срезе. А потом вообще может, в принципе, становиться красным. Это, опять-таки, обусловлено процессом отрасления яда с кислородом. То есть, при необходимости, опять-таки, чтобы отличить на ранних стадиях с изливанием его от съедобного «вкусного брата» – это срезы. Следующий – это кравчатый дубовик. Дубовик, прошу прощения. Вот. Этот гриб, точнее, его двойник является съедобным. Его можно использовать в пище, опять-таки, при, конечно, при какой-либо обработке супы, другие блюда. Вот. Вы, прошу прощения. Опять-таки, как отличить его от белого гриба? То есть, у фрукшной нет, как бы, очень многих двойников можно определить с помощью того, как они реагируют при срезах. Если белый гриб, он, поэтому, так ими называется, что в качестве, когда приготавливается, когда, в принципе, собирается, он белый остается, то все остальные его обратимые двойники, они приобретают различную окраску. Характерная особенность именно этого гриба – потемнение светлого края шляпки после надавливания на него. И мелкие красноватые чешуйки на, вот, получается, на столе ножки. Они там даже, вот, немного видны на этом снимке. И также, опять-таки, синьва на среде мякоти. И последний двойник, который я хотела сказать, это паровик дегай. Здесь он мне произрастает. Он является ядовитым. Вот, он тоже, опять-таки, очень похож. Но особенностью является мелкая-мелкость. Красноватая сеточка на ножки и, опять-таки, синейшая мякоти. То есть, в принципе, я так полагаю, если вы пойдете на диплом охоту за белым грибом и найдете что-то похожее, вы можете просто-напросто полезать гриб напополам и посмотреть, он это или нет. У меня на этом все. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Спасибо большое за внимание. В Хантамансийске произрастают, если я не ошибаюсь, белый гриб Сосновый и белый гриб Йоуа. Я сейчас, наверное, не скажу, потому что именно в Хантамансийском районе я на него не натыкалась, хотела идти на диплом охоту, но вот не получалось в тему того, что леса для меня неизвестны, и я боюсь поделяться. В Белориарском же районе белый гриб Сосновый. Да. Еще вопросы есть? Тогда еще раз спасибо за внимание. Всего доброго.